Теперь в связи с этим возникает вопрос, на тему приклеивания. Когда вы приходите к заказчикам, к соглашению о том, что да, для того, чтобы у вас была гарантия, для того, чтобы не было проблем с рассыками, надо приклеивать, то здесь сразу возникает несколько дополнительных вопросов. Первый вопрос к стяжке. Вы сами понимаете, что все махательницы экономики, заказчики зачастую, либо заказчики, либо подрядчики, они пытаются покупать на хряву там плевуа, еще там где-то, еще где-то. Значит, стяжка должна быть цементно-песчаной. Никаких гипсовых, никаких известковых сюда не идут. Они просто разрушаются. Цементно-песчаная стяжка. Если покупается на эту стяжку мастерами равнитель, равнитель должен быть цементно-песчаной, на цементное слово. Это все на мешках написано. Потому что если будет равнитель на гипсовом слове, то первая равнитель, доска пройдет этот равнитель. Были такие прецеденты, когда заказчик приходит и говорит, что-то у меня доска пустит. Мастер поднимает доску, вот на доске висит клей и висит этот равнитель. По стяжке где-то уже? То есть они просто-напросто разорвались, расслоились между собой. То есть вот на это надо обратить особое внимание. Потому что клей, который держит эту доску, он будет передавать напряжение в стяжку. И здесь, если стяжка вот так вот она слоистая, то есть цементно-песчаная отдельно, на работе отдельно. И если приклеивание гипса не очень хорошо, как бы иногда даже так, чтобы это перевариваться, то оно может просто отслоиться, остаться на доске. Вот тут стяжка посыплется, будет песок и будет хрустеть это все. Неприятный прецедент. Теперь в связи с этим возникает сразу вопрос к клею. Вот такой массив доски, вы смотрите, есть такое правило. На 1 метр 0,7 миллиметра доска дает подвижку. Если у вас ширина комнаты 6 метров, допустим, ну вот, допустим, тут вот 6 метров, на 6, у вас получается 4,2 миллиметра подвижки доски. Полсантиметра доска будет двигаться. Почему есть правило такое, что по периметру нужно оставлять сантиметр? Именно для этого рассчитано, что если вы настилаете доску летом, зимой она будет высыхать, она будет выезжать. Если вы настилаете зимой, она летом будет набухать и будет туда упираться. Остается вот этот сантиметр типового, стандартного. Но когда большие комнаты, мы рассчитываем каждый раз индивидуально, в зависимости от размера помещений. И еще используем даже сезон. Если, допустим, вы укладываете зимой, то с учетом того, что доска будет разбухать и двигаться в сторону стены, оставляем зимой побольше. Больше сантиметра. Но это так уже нюансы.